Во всех смыслах жаркие соревнования главных управлений Министерства чрезвычайных ситуаций России по субъектам ПФО проходят сейчас в Ульяновском регионе. Состязания не только с соперниками, но и с самой погодой помогут выявить самых стойких, что для отрасли МЧС является главным критерием профессионализма своих работников. Изнурящая жара, зно и нега не являются препятствиями для того, чтобы проходить испытания. Сегодня ребята проходят лестницу. Действительно, соревнования проходят в достаточно сложных климатических условиях. Видим, что температурный режим достаточно высокий. Но, тем не менее, мы программу так составили, что участники у нас, каждая категория участников, которые здесь присутствуют, а это мужчина, женщина, девушки, юноши, у нас на территории стадиона находится не более двух часов. Как поясняет главный судья соревнований Василий Розов, преодоление штурмовой башни – это базовая дисциплина для соревнований пожарно-спасательного спорта. Ее проходят все категории спортсменов. Достаточно сложный технический элемент. Здесь сложность в чем? Надо горизонтальную скорость, которую развивает спортсмен, превратить в вертикальную скорость. То есть мы видим бег по горизонтальной поверхности, соответственно, перевести бег вверх. А вот по мнению председателя Оргкомитета соревнований полковника внутренней службы Андрея Шмелькова, данные турниры являются хорошей возможностью для команд-спасателей попасть уже на чемпионат России. Сильнейшие команды, которые занимают первые места по всем округам федеральным, попадают на чемпионат России, соответственно, и плюс еще дополнительно семь команд, которые по итогам, которые заняли высокие места и набрали соответствующее большое количество очков, могут тоже попасть на финал, который будет проводиться в Екатеринбурге. Участник соревнований из Нижнего Новгорода Дмитрий Плетас занимается профессиональным спортом с детства. Сегодня он является старшим лейтенантом и инспектором отделения профилактики пожаров. Молодой человек считает, что подобные соревнования показывают реальную физическую подготовку спасателя. Как только узнал об этом виде спорта, меня это заинтересовало, потому что на то время это был один из интереснейших видов спорта, тем более бесплатный. На то время это было очень важно. Но придя в этот спорт, увидел вот эти все моменты подъема по башне, там что-то на стометровке надо повозиться, что-то подделать. А мне, как ребенку, это было очень интересно, поэтому как-то завязал этот спорт. Потом узнал, что тут можно выполнять разряды, естественно, поставил все цели и шел к ним. Соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа по пожарно-спасательному спорту завершатся 2 июля. В состязаниях принимает участие около 350 спортсменов из 11 субъектов ПФО. В программе 4 обязательные дисциплины. Это преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. Антон Никонов и Юрий Ломатов. Улправда ТВ. Из Чердоклинского района Ульяновской области.